Начать операцию захвата! Вперёд, вперёд! Эээ, вот этого делать не стоило. Почему? Вот такая прибавка мощности нам и нужна! Парни, это пять! Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost. Крутишь и укладываешь в стакан. Ну вообще, полный улёт! Это электронная почта. Как? Проводов нет. Я в интернете. Производительность увеличивается автоматически. Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost. Партнёр турнира – компания Western Digital. Ну что ж, друзья, всем ещё раз привет! Это Intel Challenge Super Cup. Это малый финал узоров. Сегодня для вас комментируют Ukraine Star. А играют ESC Goody и Dignitas Show. Напоминаю, что на предыдущей карте Шакурас Плато победил ESC Goody. Как видите, эта карта у нас. Дельта-квадрант и, в общем-то, ближние респауны. Ничего себе! Я сейчас нашёл новую клавишу. Вообще круто! Чё происходит? Как теперь это убрать? Вот. Ничего себе, что вообще сделали Близзарды. Новая кнопка. Всё убирает. Всю меню карту убирает. Вообще какая-то жесть. Так. Делается здесь пристроечка. Но ESC Go... Да. В этот раз он немножко меняет стратегию свою. Не хочет он рисковать, так как всё-таки ближние респауны. Гуди и в прошлый раз не рисковал. Он играет всегда очень сайл Вова. Да, и через рипера в этот раз играет шоу. Играет он через рипера, но не хочет рисковать. Да и правильно делает, на самом деле. На этой карте очень хорошо разводить бандшами. Так как Маринсами гоняться за ними очень сложно. Рампа немножко в неудобном месте таком. Что-то нужно очень много оббегать. Вот Хараса бандши здесь просто невероятно прилично может получиться. Так, рипер. Вот он сейчас полетит. Так, ну и через низ. Тут в общем-то Гуди готов. Да, у него сейчас застроечка и соплаек. Всего лишь один Маринос. Сейчас через одного Мариноса можно спокойно пробежать. Да, но почему-то он решает сначала атаковать КСМ. Ну, видимо, просто через атаку был. Команда риперу. Так, и начинается Харас КСМ. Хорошо контролит. Здесь Гуди. Но все же... Минус одна КСМ-ка, минус вторая. И можно еще сделать минус третья. Хотя вот вовремя подтягиваются Мариносы. Ну, зато Головорез убегает. Четыре киллса у него. Это вначале, конечно, хорошее преимущество. Для Терана в ТВТ. Так, и пробиваются камни заранее. Вот так вот. На самом деле, я не знаю, насколько правильное решение в ТВТ ставить локацию в этом кармашке. Потому что вас просто отожмут. Вот тут вот танками. Сделают застройку вам. Застроят эту вот рампу. Вот весь выход. Я, честно говоря, не знаю, как Теран вообще сможет выйти отсюда. С этой рампы. По-моему, сейчас просто себе могилу разбивает. Сжоу. Потому что Терана всегда ставят локации именно натурали. Вот здесь. Там, где камней нет. Посмотрим. Возможно, у Сжоуа есть какая-то стратегия на этот счет. Но опять же говорю, что это очень и очень неправильно. Начинается... Ага, через пехоту он решает сыграть. Строится медивок викинг. Да, Гуди... Да, он тоже довольно сливово играет. Даже не спешит он ставит руль локацию. В прошлой игре он локацию поставил. Ну, не супер быстро, но довольно рано. В этой игре он... Опять же. Да, начинаю через двух фикингов играть. На самом деле, очень странно. Потому что у него нету разведки никакой. Но видно, что готовился он к своему оппоненту. Вот так как... Ну, на самом деле, в начале в ТВТ никто никуда не закажет вам три викинга подряд. То есть, это точно уже подготовка была под оппонентом. Полетел медивок, полетел викинг. Любитель дропов СЖО. Но здесь-то его примут хорошо. Есть танки. Осада есть. И вот уже сейчас два викинга летит. Правда, не успели. Вот по таймингу... Видите, даже Гуди по таймингу полетел. Но тайминг у него немножко сбитый оказался. Потому что прилетели, на самом деле, уже ребята на метилоке. И начинается харас КСМ-ок. Неприятно очень. Еще и викинг садится, начинает тоже харасить КСМ-ки. Нужно фокусить именно КСМ-ки эти викинга. А, этот черт возьми, викинг был Гуди. По-моему, я уже запутался сам. Так, ну минусуются все войска. Но если посмотреть сейчас на боевых единиц, сколько я там потерял? 17 КСМ-ок остается всего лишь у СС Гуди. Против 29. Вот из ЖОВа. И да, локация, конечно, очень уместна здесь. Потому что... Но он сразу, скорее всего, реллипойнты будет выставлять просто сюда вниз. Вот так вот. И занимает третью локацию очень быстро. Потому что при таком преимуществе только это нужно и делать. Куди начал строить тоже локацию. Но... Я не знаю вообще, как он собирается догонять. Потому что у СЖО локация уже достроилась. Соответственно, он сейчас построит орбиталку. И будет кидать просто массу мулов. Преимущество по рабочим. Ну не в два раза. Но почти-почти. Да. Процентов... 60. Не 60, а 40 больше. СМ-оку. СЖОВа. Да. Тут Харас. Викинги на викинги. Но уж слишком мало викингов было у Гуди. Не нужно, наверное, было сражаться. Да, правильно. Он не собирается дальше этого делать. Садит своих викингов. И тут под раздачу танка попадает. Но... Хорошо среагировал на это СЖО. Сразу же поднял своих викингов. И летит сейчас на мейн. Я думаю, будет он ремонтировать их. Чувак, нужно ремонтировать. Потому что два викинга таких разных будут с собой не возить. Гуди тоже, кстати, перестал подстраивать викингов. Он начинает строить только танк. Ну, соответственно, он понимает, что если он сейчас не сможет выйти с своего мейна, то это авто-гг будет ему. Да и скорее всего уже не выйдет он, к сожалению, с своего мейна. Уже сейчас появилось осаду Эсджола. Довольно большое количество мариносов. Да и контроль по воздуху. И... Ну, можно как-то подропать, попытаться Гуди сейчас. Единственная надежда его. Чтобы победить в этой игре. Но очень сложно. Тут нужно быть каким-то маньяком, чтобы победить в этой игре уже. Третья локация, я видю, ставится. Довольно ранее. Вот, с Шова. Да, и начинает пробивать камни Гуди. Но это опять же бесполезно. Так как он не сможет просто выйти с своего мейна. Очень долго он, если собирается пробивать всего лишь двумя танками и викингам, то это, конечно, будет долговато. По инкаму, что у нас там, друзья? Хотя, по инкаму, несмотря на то, что две локации работают Шова, я бы не сказал, что он как-то сильно опережает. Ну вот, когда все мулы кинули, то на минералов 400 вот так вот. Максимум 500. Сейчас заработает еще одна локация Гуди. КСМ у него. Но не столько много, конечно. Но переводить нужно сейчас. Да. Даже не получится у него сразу раскачать ее, так как уж слишком много было убито в начале. Лимиты у нас 105 на 70. Тут полностью уже линия из танков такая стоит сзади Мариносы для прикрытия. То есть, если будет выходить Гуди тут Мариносы по стимпакам, как раз как стеночка будут. Не нужно их палить, на самом деле. Очень много викингов. Я думаю, что не стоит больше их строить. В этом патче стыки викингов больше нельзя делать. Кстати, через патруль. Так что и... Ой-ой-ой, как вовремя построилось-то редко. Феду редко, просто нереально вовремя. И забыл про это. Желаю. Минус 2 викинга. Минус 2 викинга. Минус 3 викинга. И танк здесь. Паруста... Я не знаю, как он вовремя здесь в тему был, но... Не смог выжить. Уж слишком быстро его здесь как-то выбили, по-моему, викинги. Наверное, у них... Если посмотреть на урон. Короче, у них там, я думаю, урон приличный. По наземным юнисам бронированиям. Минус еще один викинг. Как-то так глупо потерялся викингов в шоу сейчас. Сколько там? 5 викингов он отдал на 2 туретках. И на одном танке. Ну, естественно, для него это минус. Так. Тут пытаются наспамить армию Гуди. И дроп. Дроп под шоу. Очень плохая ситуация сейчас у Гуди. А еще это дроп, который будет добивать МКСМ. Конечно же, не в его пользу. Один танк против трех. Нужно собирать свои танки. Но тут их и так нету. Если честно, он заберет эти танки, то ему нечем будет обороняться. И нечем воронять будет свой мейн. Он продает сейчас бункер. И так вот нагло собирается ставить локацию. А он просто ее переводит. Но здесь-то тоже есть танки. Не получится тоже выйти сюда. Я думаю, сейчас Гуди напишет GG уже. Тут он все понял, я думаю. Так как... Ну, вариантов просто нет. Здесь отжали. Здесь тоже. Что-то вместе с КСМ-ками, с Тором. GG, друзья. 1-1 еще становится. И третья решающая игра. Напоминаю, что это сетка лузеров. И тот, кто сейчас проиграет, тот выбывает с нашего турнира навсегда. Не переключайтесь, друзья. Мы вернемся буквально через пару минут.